Одна из важнейших задач, которую ставили перед собой организаторы нашего фестиваля, это открывать новые имена. И для дебютанта участие в конкурсе, и это не только возможность заявить о себе, это путевка в мир большого кино. А для зрителей это возможность первыми узнать имена будущих звезд мирового кинематографа. С большим уважением хочу рассказать о фильме «Конец зимы», снятый в Республике Корея, режиссером Дэ Хван Кимом. Это действительно дебют во всех смыслах, это очень успешный дебют. Картина демонстрировалась на кинофестивале в Гонконге, в Пусане, в Берлине. Ее снял достаточно молодой человек. Несмотря на молодость, режиссер смог показать глубину драмы корейской семьи. Ее глава «Уважаемый человек» под старость лет решает развестись. События этой трагедии развиваются на фоне снежной бури. Лента поднимает серьезный вопрос. Как в стране, где так сильны традиции и культ семьи, могла возникнуть подобная ситуация? И чем она может завершиться? Еще один дебют на этот раз из Индии претендует на приз Меридиана Втихова. Фильм под названием «Труд любви» рассказывает о жизни обычных людей, которые оказались в порочном круге работы, домашних дел и долгих часов ожидания в тишине пустого дома. В погоне за своей мечтой утрачиваю абсолютно какое-либо понятие собственной идентичности. Избираю еще очень своеобразный повествовательный режим. В фильме практически нету диалогов. Он выступает во многом как такой энтомолог, наблюдая просто за людьми, показывая, как их жизнь разрушается под напором рутинной повседневности. И несмотря на то, что герои фильма «Труд любви» живут в Индии, их проблемы и переживания знакомы очень многим людям других стран. Впрочем, каждая лента конкурса этого года так или иначе задорогивает проблемы современности и найдет отклик в сердце зрителя. Ульга Сонкина, Михаил Павлов, Панорама.